короче ремнант фрама за пылька ну или про from за пыльки хара зевать я не виноват она издевается сама значит закончил в итоге я свою игру на магнуме который оказался безумно эффективным на самом деле на дробовике практически полностью прокачиваем кроме самой крутой вот этой прокачки которая мне не встретилась до конца игры а значит я думаю она встречается типа в нг плюс что ли потому что я могу еще дальше дробовик прокачивать но не знаю как то есть у меня нет этого предмета для прокачки дороги мое вот копье 92 левел у персонажа и броня которую я специально купил который повышает урон то есть норм защита такая средненькая и дает много урона это собственно сборка моя скажем так на последний на последнего босса дэкс удерживать икс чтобы удалить персонажа так собственно была девочка которая у меня была последней значит создавать я наверно снова будет девчонку тут в принципе похорон кого создавать вот просто голос-то женский поинтереснее слушай чем мужской но лично для меня давай допустим давай цвет волос теперь я сделаю дать черный она мне оружие по моему было в прошлый раз можно блондиночку и делали короткостриженное цвет глаз пофиг на самом деле ты цвет глаз не так часто видишь оттенок кожи тоже в принципе пофигу шрамы шрамы можно будет видеть часто голос это может пригодиться может пригодиться интересно что это это еще что такое интересно что это может это еще что такое по моему это самый мягкий голос у меня по моему второй тоже стоял в прошлый раз это может пригодиться да первый девочка нулевой ранг оружие нет ни хрена бред нет логично сейчас надо убегать как можно быстрее из первой локации потому что мы помним да когда я первый раз попытался на стрим его пройти ух в первой локации тяжело было но и так все что делать когда последняя надежда угасает это тебе предстоит узнать наша последняя надежда отправилась в путь по морю пытаясь найти способ покончить с чудовищами которые охотятся на нас уже много поколений способ был найден или так нам казалось когда дракон взмыл в небеса словно феникс охваченный пламенем агонии но наш герой так и не вернулся домой вместо него пришла буря чудовище и непреодолимый сковывающий ужас тебя ждет трудный путь буря окутала драконью башню непроходимой завесы пускай сам дракон мертв но боюсь из его пекла что-то пробудилось тебе придется бороться за каждый шаг доберись до башни узнай что стало с нашим воином сразись с тем что ждет внутренне когда последняя надежда угасает ее место занимает новое и так будет всегда пока пока мы дышим по-моему немного переигрывает честно говоря ну да ладно я тут поймал себе на мысли что в принципе девчонка то лицом вышла неплохая но не знаю почему мне кажется ей не хватает пирсинга наверное даже в носу не фанат пирсингами на лице абсолютно но чё то мне кажется что на таком лице он выглядел бы крайне гармонично так сагена обучение не очень интересно в обучении тебя учат атаковать бегать прыгать ползать здесь помню даже лута нет никакого скрытого вообще поэтому обучение типа не интересно особо туда по моему пройти даже нельзя первые моба же здесь же появится же первые моба которых ты валишь исключительно в мили не представляет вообще никакой угрозы потому что гересно стоят если что они могут сделать во время прыжка на тебя вот когда они выпрыгивают нанести немного уродно плюс нож в тебя кидать это тоже чутка урон нанесет я думаю что там секретка чего-нибудь интересное есть нет там должны хрена интересного нет так как обучение здесь достаточно короткая и в принципе в нем на самом деле ни хрена не происходит вот поэтому я не буду особо заморачиваться по поводу того что меня бьют сильно а может быть и надо заморачиваться что-то я в прошлый раз по моему к это кричали не подходил ну типа близко и поэтому я так не стагирился профокапить обучение то суметь надо да учиться за свое первое прохождение его не факт а лол серьезно прикольно для тех кто не понимает я обучение проходил вне стрима в общем фишка в чем ты проходишь дальше там сражается мужик у него кончается патрон ты к нему подбегаешь спасаешь его и дальше тебя сжирают и происходит точно такая же сцена лол офигеть то есть мне в любом случае надо было умереть я так понимаю что спидранеры специально умирает на первом же моби наверное я не смотрел спидран но да походу да я хотел увидеться с тобой и попросил командира командир форта и мистер риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь но они сказали что марк не вернется он был ладно забудь командир сказала зайти к ней когда проснешься ее комната дальше по коридору она подыщет тебе место как и всем нам увидимся а может другого спасателя мира этот умирает на обучении отстань заметки я наверное читать не буду они я их так немного читал но они вообще на самом деле не особо интересны в этой игре вот прям не особо единственное что я буду вандалить по черному потому что денег в этой игре пипец как всегда не хватает чтобы не хватало надо вандалить что в вандалить надо бить вот это все и тебе будет выпадать ломяк он же хлам он же деньги которые здесь пипец как сильно нужны оказывается это все было запланировано да все нормально так так вы очнулись я думала вам конец мы с рейксом едва вытащили вас я командир форт это моя база а вы уж простите непрошенный гость и я должна знать кого я пускаю в блок тринадцать мы уже с месяц не встречали ни одной живой души или вы рассказываете что там делали или отправляетесь корню в этой башне уже давно никто не бывал но туда не добраться в такую погоду дело в том что блок отрезан втащив вас мы были вынуждены завалить ворота корни повсюду но раз уж вы здесь у меня есть идея вот что я вам скажу хотите уйти тогда сначала помогите нам для начала нам нужно электричество реактор отключен из забори восстановив его мы сможем открыть другой выход отсюда реактор расположен в подвале на нижнем уровне туда ведет лестница это шанс отплатить нам и получить желаемое чудесный перевод с титрами прям абсолютно идентичен легко не будет уверяю так что будьте начеку один из наших уже погиб там внизу похоже корень подбирается к нам идите к риксу спросите про свой клинок вряд ли вы справитесь с корнями без оружия сделайте это для нас и я помогу вам выбраться здесь страдает липсинг здесь страдает перевод здесь на самом деле по части диалогов много чего нахрен страдает но в принципе игра от этого хуже не становится это как если в dark souls более кривые диалоги хотя нет страдать особо сильно не будет ничего просто иногда немножечко мини фейспалмы ловишь от того что они говорят и что тебе дают титры увидеть текс здрасте у него по моему ломать нечего если правильно все помню привет рад что ты в норме и добро пожаловать в блок 13 я постарался тебя подлатать что ж ты крепкий орешек я риглер но все зовут меня просто рикс твой меч меч он пострадал в бою с ним я уже ничего не смогу поделать когда мы тебя нашли клинок был расколот просто груда металла кажется эйс говорила что нашла в городе оружие может она с тобой поделится говорят она собиралась проверить реактор удачи тебе там а потом я с ними протреплюсь по полной программе но сейчас мне надо именно реактором заняться и там я уже буду выбирать класс я напомню что предыдущий раз я был классом с дробовиком это типа средняя дистанция я сейчас милишником здесь быть вообще не удобно на самом деле абсолютно особенно ближе к середине потому что там встречаются ренджевики уже с ренджевиками совсем грустно вот поэтому я думаю попробовать дальний класс либо средний но не с дробовиком например а просто пробовать какие-нибудь другие пушки в самый самый низ я пока вот сюда вот не пойду туда пока что эти не смысла но пойду я туда достаточно скоро мне так кажется фпс у меня вроде не проседает как картинка ребят скажите мне пожалуйста что чтоб тебя я чуть у меня аж душа в пятки ушла сюда редко кто заходит ты не из местных да я эйс эйс катерил а ты да что ж ты у цели но эту рухлядь опасно включать так знаешь как включить реактор ну эта штука будет чертовски шуметь это надо иметь ввиду счастье все что требуется нажать кнопку на терминале над нами я бы и сама могла но кто знает что за твари бродит вокруг но раз мы вдвоем может исправимся я бы сама могла но если ты пришла умирать то ладно ты идешь наверх и врубаешь реактор я помогу если кто нападет тип того да тебе наверное нужно оружие да погоди сейчас поищу здесь предлагает выбрать класс я собственно играл вот за нее отступник специалист поддержки бы на средней дистанции с двустволкой скорострельным пистолетом вот плюс у него первый самый модификатор это регенка фишка в том что у каждого класса есть начальный модификатор но при этом ты можешь докупить остальные модификаторы либо остальные оружия просто так в магазе это не проблема вообще есть охотник дальняя дистанция охотничья винтовка сверх точная пистолет и меч метка охотника который помечает врага позволяя ему его товарищам видеть врага сквозь стены фиг знает вот и собственно миличник утильщик мощный дробовик пистолет и молот а также огненный выстрел от огненный выстрел стоит купить потом ну давай попробуем дальником охотничью винтовку посмотрим что за вас это нам поможет пора запускать реактор хватит терять время а пистолет и по моему одни и те же да да я со скорострельным пистолетом прошел достаточно много он достаточно эффективное оружие хорошее прямо мне нравится запуск реактора все так просто подходишь нажимаешь на кнопочку видео звезда все легко и просто да как ну да ты еще ваншот и тут есть один небольшой минус фишка в том что как сказать там стрельба в этой игре сделано чутка необычно потому что если ты не будешь прицеливаться то ты будешь атаковать исключительно в мили то есть вот без прицела если нажму левую кнопку мышки то ты будешь пить в мили всегда чтобы атаковать аранжи тебе надо исключительно целиться без прицеливания не получится ни хрена у меня конечно своих проблем хватает но там девочку немного жрут снизу ей иногда стоит помогать потому что если я еще я буду помогать у меня будет лом который мне честно говоря нужно давай переварить девочка здесь прыгать не умеет к сожалению у нее исключительные навыки перелазвание через разные препятствия до струля не совсем метко конечно да здесь враги умеют очень прикольно уклоняться причем большинство обоих видали не отдыхает ваще в стороне такой весь из себя вот это прикольно сделано то есть абсолютно практически все враги умеют уклоняться по моему мне надо вернуться наверх там кто-то наверху остался или мне так кажется или мы уже его включили или какая-то шляпа только что вниз полюкнулась френдли фаера здесь естественно никакого нет за что спасибо а у нее кстати огненный модификатор есть если что они этот не огненный это спецмоб да здесь есть ультра жирный моб и которые еще и загораются что-то она не такая смелая была да как вот так ты лучше ты хорошо сражаешься правда хорошо не зря форт тебя прислала давай поспеши к форт заглядывай в мой магазин ладно получишь скидку задоблить бою никакой скидки не будет к сожалению врет она на хрен все но что прикольно это девчонка продает куски для точки предметов что очень здорово причем у нее куски обновляются каждый раз когда ты проходишь определенное расстояние вне базы насколько я понял это так то есть не каждый раз после боссов каких-нибудь да а именно когда ты там прошел локу открыл новый телепорт что-то вот этого да у нее обновляются товары и товаров для заточки у нее прилично и это очень приятно ради тех кого не знаешь friendly fire есть ты же можешь не все грубит да ладно прикольно я не пробовал я как бы я же добрый ты же пытаешься попасть на мне ни к чему убивать сейчас мне просто показалось я вроде как должен был в нее попасть но урон-то не показался мы не так давно знакомы но я хочу помочь сама сама судьба ведет тебя понимаешь так держать вот пусть будет у тебя немногим удается сохранить доброту в таком мире говорят это безделица отгонит даже смерть хоть и ненадолго захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов заходи ой здесь свое место мы вдвоем продаем много ценного но этот синдари нет совсем другое береги его и еще ну то есть командир знает про этот остров больше чем говорит спроси-ка ее обоснователи блока тринадцать эй бродяга собственно теперь мне фласка есть местная фишка в том что местная фласка в отличие от дески игра достаточно короткая сама по себе вот и концу блин всей игры я сумел фласку поднять только до пяти то есть месяц три фласки за всю нахрен игру я сумел сделать только пять и все я не нашел больше частей чтобы делать ее больше это немного странно сказал мне да ладно рада что вам удалось включить реактор вижу реджи дал вам драконье сердце он бы не расстался с таким мощным артефактом безвестной причины думаю его записи вам пригодятся что ж реджи хоть и простого цвета но редко ошибается людях вы доказали что вам можно доверять взамен вряд ли вы долго протяните без помощи рикса маккейб внизу выдадут вам снаряжение вступайте затем зайдите ко мне вот это вот самое начало когда приходится смотаться взад назад обратно но это только пока что потом максим куда мне придет смотаться это вот сюда и туда в магазы все привет спасибо за электричество форт рассказала твоей помощи и приказала подготовить тебя к вылазке в город возможно твой клинок все-таки пригодится дай-ка его сюда вот значит теперь тут знакомят с тем что я могу прокачивать пушечки свои плюс прокачивать броньку броньку естественно прокачивать не надо повышать шанс выпадения предмет при разрешении объектов увеличить количество подбираем лова на 10 процентов хотя я всегда в боевой куртке был блин но если дроп дроп это неплохо очень любопытно дроп это очень хорошая вещь ну что ж так лучше вот в общем возьми это вещь не самая прочная хоть какая-то защита и вот нет я не знаю менять мне или нет теперь получше защищает хоть и мелочь а поможет по моему не волосы отросли внезапно если бы не форт мы бы давно погибли и она помогает людям вроде тебя заходи если нужно будет улучшить оружие маккей может помочь тебе усилить снаряжение но говори с ней только по телу она не любит болтать попусту маккей это лошадка которая постоянно будет говорить когда ты будешь мимо проходить так это тебе говорила форт только дармоедов нам не хватало сказала что нужно снарядить тебя для вылазки как по мне это пустая трата ценных ресурсов жаль что командира можно впечатлить убийством пары полудохлых коряк раз форт хочет чтобы я тратила время на каждого встречного давай поговорим я маккейб инженер а ты заноза в моей заднице я тебе не мелкая лавочница я не улучшаю всякий мусор ну ладно ладно глянем что у нас тут пока что это все неси детали я сделаю еще заплату а теперь проваливай меня утомил твой трёп да да вот теперь мне появилась метка охотника собственно няня 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 отмечаю для заглядя союзников всех врагов радиус 35 метров на 60 секунд шанс нанесения крита по этим врагам увеличена 10 с половиной процента пока с ними трепаться нельзя вот меня сейчас к телепуку буду готовить вижу на вас новое снаряжение рикса маккейб знает свое дело надеюсь это поможет вам в пути мы пока не можем открыть ворота но основатель блока 13 мой дед дал мне этот ключ сказал использовать ее только в крайнем случае что ж этот случай настал учитывая что вы пошли на риск чтобы помочь нам думаю вы подходите вот возьмите карту есть интере нет бесполезно ставьте в него карту если повезет мы включим эту штуку не благодарите то она всегда такая вредная тигра 1 постоянно то есть даже если ты просто мимо вот здесь вот проходишь она постоянно будет на тебя как бы фарчать когда я буду просто проходить сейчас она по квесту типа ждет меня вот но даже мимо нельзя будет пройти чтобы она тебе не сказал чтобы пошел отсюда то есть ей настолько похрен что она даже не может молчать об этом так с мне сюда и здрасте мне интересно чтобы мне волосы настолько отросли у девчонки когда она внезапно капюшон натянула я вот прям даже не знаю сменить для ну то есть забить на броню и сделать так чтобы мне падало много лута мужика и не хватает я боюсь ты и на мужиков пофигу я читала об этом но никогда сама не видела этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир хотите выбраться отсюда это ваш прежним командиром был мой дед его называют основателем блока 13 когда корень впервые напал он собрал людей здесь в блоке 13 он пытался узнать откуда взялся корень провел много времени в поисках однажды он не вернулся я так и не узнала что с ним стало снаружи блока 13 есть комната записи в ней могут помочь в его поисках он мог быть последним кто знал как добраться до то послушайте я знаю вам и всем остальным было нелегко но вы справились ради нас я благодарна если захотите вернуться в блок 13 мы всегда будем вам рады ну вот собственно первый телепук он же основной и теперь вот теперь к этой игре можно присоединиться сейчас закончилось закончилось обучение сейчас я активирую кристалли чего обучение больше нет мир достаточно открытый иди куда хочешь коридор на конечно но открытый а так плюс 25 процентов к родным в дальнем бою ох нихрена себе сет охотника слушай мне надо было до этого купить классно шапка подробника нет вот куртка авантюриста ботинки авантюриста странно что дописано три предмета хотя по сути их два но да ладно увеличить количество подбираемого лома на 10 процентов найти лом на 35 процентов что блин крайне сильно важно потому что безлом остаться здесь нефиг на век и в прошлый раз я остался без лоба я не мог не прокачаться не улучшится ни хрена можно идти по одной и той же локации разбивая снова еще но это скучно до фармить дорога поэтому я предпочту сейчас все разбивать посмотрим как авантюри зайдет так долго колебался с покупкой билеты на игромир что их раскупили но зато экономия в 2к получилось на игромир едет саркват я себе я в последнее время сколько года четыре уже до смотрю на билеты на игромир и что-то как-то они цена этих билетов отбивает все желание на этот игромир ехать да брось вся соль всегда в деталях подробностях наконец-то новое лицо а то тут сейчас все мрачнее тучи но не так то просто держать себя в руках со всеми этими тварями вокруг будь добрее когда можешь тогда и жить легче слушай я ведь удалось нам помочь сегодня ты настоящий герой блока 13 чтобы не трепаться с ним по поводу игра мира мне просто не нравится настолько толпа народу синдарин там может быть реально прикольно ну блин сколько там народу это совсем забей вот вот талисман который магнум дает я не помню кто у меня спрашивал но вот он нужно двигаться дальше если вдруг найдешь что-то ценное неси мне предложу хорошую цену да блин отстань дай мне лом собрать здесь главная проблема если лом падает рядом с не писями то в приоритете будет непись приоритете будет болтать с ним а не собирать лом это были так противно слов нет сколько у меня бабла 438 я могу железо в принципе купить да 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 вот у нее железо продается самое начальное у этого чувака продаются хилки на все случаи жизни давай глянем не это вот это хилочки пригодятся я могу с ним потрепаться если вам интересно что они будут рассказывать ничего интересного в принципе у них нет так истории если кому-то интересно почитать я могу с ними потрепаться всем так здесь еще коробки и по моему вот как они восстановились после обучения и по моему они больше не восстановится никогда что немножко обидно но хоть немножко хлама я с этого получил я думаю мне в натуре оставаться в авантюристе или все-таки взять себе сет чтобы наносить оранжевого урона побольше оранжевого урона это блин прикольно но авантюрист это просто больше причем прилично больше лута я прям даже не знаю в начальной локации меня только милишники ждут насколько я помню поэтому наверное пока можно без оранжевика без оранжевой формы обойтись я там вполне себе денег сейчас соберем начальных а потом можно будет уже переходить к нормальной брони и пошли бить морды в бой никому не интересно трепаться фу какие вы не очень а как жило Не забывать про то, что здесь у нас секретовка есть одна Здесь ничего нет в округе, но здесь есть секретка с броненей Да, броню продать нельзя, оружие продать нельзя Это главный минус данной игры Но ты можешь продавать те части, которые ты выбил из боссов Из которых делается оружие из броня Вот, и это прям очень хорошая хрень О, ключ карты, блок 13 Я могу прямо сейчас к блоку 13 вернуться и много-много себе интересного добыть Кстати говоря Но пока рано Тут еще лор, тут больше журнала и так далее Вот Так, вот тут железо и бронька Пальто бродяги и брюки бродяги Минус затраты выносливости Во время прицеливания ставят скорость героя повышается на 25% Вот Надо ли это? Да не особо, блин Я не помню, что здесь еще все разбивается По-моему, больше ничего здесь разбиваться не будет Это корень По-моему, здесь больше ничего интересного в принципе нет Можно двигаться дальше Так, теперь мне типа нужен вход в метро И мне предстоит просто вот Самая начальная большая локация Просто тебя в нее пихают Типа На Вот Все мое к изучению Корень есть Не сказать, что его много по сравнению с остальными местами, где корень был Сюда, по-моему, пройти нельзя вообще Вот Но здесь много может быть всяких секреток и так далее О, хорош какой-то Стоило заточиться Зато ломика, как показывает лома там Ломика там, мол 8, а я его подбираю 10, что очень хорошо Еще Удобно всех перестрелить, а потом просто залутать локацию И так, собственно, идти вперед Убиваешь, лутаешь Убиваешь, лутаешь Повторить до прохождения локации Ну это мало ли кто не видел, как я временно отыграл Я на стрим немного временно отыграл, только с другой части Вот То есть не вот эту начальную локацию я играл По-моему Нет, не можешь уже спиться А ты можешь? Нет Если я хочу себе Точить предметы и так далее и тому подобное Надо обыскивать локации Надо разбивать всякие предметы Это очень ценно В то же время, если вы просто хотите пройти ремно, то это тоже можно Никто не заставляет, в принципе, чистить локации И для просто прохождения, да, быстрого Типа спидрана, но не совсем Здесь все есть То есть дополнительный фарм по сути не нужен, если просто проходить игру хочется Вот, но я хочу это не просто пройти Я хочу ее прям Пофармить Пройти с комфортом и заточкой, так сказать Вот, поэтому локации надо чистить И ПП в блоке лежит Да, я помню про ПП Для него обер-ключ надо найти, да? Ну Да, и она Тут есть такой косяк Она иногда настолько неохотно перебирается Через вот эти всякие Заграждения, что просто забей Вместо того, чтобы перебираться То есть тебе надо упереться в это заграждение Ей в натуре там, буквально секунду в него бежать Тогда она поймёт, что ты хочешь через него перебраться А не просто перекатиться Есть в ней такой косяк Она немного непонятливая Совсем чуть-чуть Такое бывает Тек-с Нелегко было Да, нелегко было И она обожает комментировать вот эти вот Похождения свои Кольцо уклонения Первое колечко, неплохо Немного повышает интервал уклонения Величивает скорость уклонения на 10% Ок Я не помню, кстати, даже я в прошлый раз Это кольцо вообще находил или нет Так, тут есть у нас что-нибудь интересненькое ещё? По-моему, больше нет Отсюда можно, в принципе, поснайперить кого-нибудь У меня винтовка Оптимальная дальность 25 метров До хрена далеко бьёт Если ты стреляешь не на оптимальную дальность У неё просто уменьшается урон То есть это не значит, что она стрелять вообще не сможет Или там пуль не долетит Но урон будет уменьшаться Удобненько Оказывается, винтовка эта весьма неплохая Мне даже где-то нравится Если учесть, что у меня ещё урон не плюс 25%, да? Хотя, может быть Винтовка совсем хорошая, блин, становится Любопытная такая винтовочка С дробовиком, честно говоря, немножко всё-таки посложнее было Там Надо ждать, когда к тебе подбежит враг Либо ты к нему должен подбежать, да? У этой винтовочки урона нихрена не меньше, чем у дробовика Но при этом стреляет она на гораздо большую дальность Дольшую больность Так, всё я зачистил? Вроде да Здесь ничего не было у нас Вроде нет Окей На тебе локацию, жуй Ну, типа того, да Ну, кстати, аркват по поводу ппшки Мне ппшки в этой игре всё-таки не очень понравились Я ходил с ппшкой С начальной, которая даётся в блоке, да? И я ходил с ппшкой По-моему, мне сюда, типа, надо Я ходил с ппшкой драконовской Вот И драконовская ппшка Она вроде как и хорошая Но, по сути, пистолет, блин, лучше всё равно Вот И я считаю, что Самое прикольное, это вообще магнум Как оказалось Потому что он очень мощный Он как вот эта вот винтовка охотничья Магнум воспринимается примерно так же Как винтовочка Что очень, блин, на самом деле, хорошо Вандаль! Рушил, ломай, лом собирай Мне опять этот дедок попадается Говорили, что Тут не всегда может быть этот дед Что здесь может быть какое-то дерево живое, типа Но я второй раз сейчас вот прохожу игру Теперь официально на стрим, да? И рандомизатор мне подкидывает второй раз деда Слушай, а А этот модификатор пипец удобный, оказывается Реально удобно Секундочку Вообще пипец удобная хрень Ммм, валакет Такие, действительно охотникам быть вообще офигенно Насколько я помню, начальную локацию здесь у меня будет Два прохода В подземку Я только не помню, какой из них То есть Который здесь он, по-моему Просто так на квест Который вот тут А который дальше на проход Он, по-моему, типа официальный До прохождения И там босс будет Или это на босса, на официального Блин, хер поймешь вообще Единственный минус Я сюда пока не хочу идти Потому что Когда ты проходишь в другую локацию Там есть обязательно контрольная точка И если ты ее нажмешь То все обычные мобы здесь Восстановятся Чего не очень сильно хочется Потому что я пока еще не залутал всю локацию Хочешь сначала обойти всю локацию Залутать те вещи, которые просто на локе лежат Вот А если уж придется второй раз проходить локацию Тогда да, тогда лутать уже вещи с мобов непосредственно Ты в сал играешь? Да Я играю в сал Я играю соло Я играю второй раз Чисто для того, чтобы полное прохождение было на стриме Потому что попросили Зредние вдовы, кстати говоря, да, вполне С вулканом ты ходил Ну, вулкан это и есть ппшка Сундарень Это боссовая ппха Блин, какая же винтовка офигенная Прям слух Жалко, они не так охотно Точно на дробовик они сбегались прям совсем охотно Ты с дробовика стреляешь, у тебя со всей округи И на тебя монстры начинают бежать Заходи еще винтовкой, как будто она типа более тихая Хотя казалось бы Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Луда нет у них Где? Сюда я должен будут petrol обратить чуть-чуть. Сначала надо верхний этаж посмотреть. А. Посмотрел верхний этаж. Окей, как скажешь. По-моему, эту локацию... Я локацию на стриме в прошлый раз, да? Когда просто ремно-то проходил. Я, по-моему, показывал локацию после босса, правильно? Я тогда... А, после этого, после храма. Да-да-да-да-да. Я тогда корневую мать защитил. И после этого на стрим поиграл немного. Вот эту всю локацию вы, по сути, не видели еще. Обычные домики, обычные мобы. Первый раз тебя знакомят здесь с элитными врагами, которые, типа, жирненькие, из которых дропается спецлут. Но! Вот этот жирный, который на меня выходил, которого я далеко не с первого, даже не с десятого выстрела убил, да? Вот он, типа, элитный. И из него должен был дропнуться спецлут. Кристаллик, который очень сильно нужен потом будет. Но... Дропается он часто, но не всегда. Упс. К большому моему сожалению. Господи, как у тебя прицел трясется, как у меня руки. Блин. 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 Вообще винтовка хорошая, блин. Я думаю, что я даже с ней до конца игры буду. Хотя здесь есть более достойные представители винтовочек, да? Но эта винтовка прям вот совсем неплохая. Упс. Неплохая. Прям приятно из нее стрелять. Дэкс. Че у нас здесь? Я здесь какое-то ответвление пропустил еще. Ну да. Жалко, прошибать насквозь она не может. Ей пошло. Два их одним выстрелом убивать было бы очень прикольно, я думаю. Так. Че у нас тут по лучику? Лучика че-то нет ни хрена. Обидит. Прикольно. Я с собой стекла еще не раз здесь не разбивал. Лут. Все? 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 Обида. А, во, лут. Пропустил. Прицел бы ей снайперский. Ну, кстати, не помешал бы. Я думаю, что здесь будет похожая пушечка, только со снайперским прицелом. Но будет она позже. Причем здесь есть не пушка, здесь есть берставик, который по три патрона стреляет. У нее есть снайперский прицел, и мне та пушка очень сильно нравилась. Я ей боссов проходил. То есть я там пушечку прокачал, и просто локацию я проходил с дробовиком, потому что он у меня был самый прокачанный, и шотающий врагов. А боссов проходил с берстом, потому что, ну, типа, очень мощная хрень. Берставик прям невероятно мощная хрень. на боссов. Патронов дофига. И ты просто берешь и босса ря-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, точнее, ря-та-та, 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 ря-та-та-та. Вот так вот. Вот, блин, ну, любопытно, куда мне идти надо, потому что я не помню, что из этого доп, а что из этого основной путь. Я, на самом деле, пожалуй, вернусь обратно. Я буду проходить тогда по мере... То есть, если что, я вернусь сюда и еще раз пробегу, это не проблема, но буду проходить по мере открытия путей. Сейчас я полностью зачистил эту локацию, мне ок, да? Поразбивал всякие деревяшки и так далее. Это хорошо. Сейчас я, наверное, сменю на охотника. Сет. Угу. Плюс 25% урона в дальнем бою, это как бы много. Сильно. Вот. Так как я полностью локацию залутал, да, я могу с мобов меньше получать на... Сколько там? На 10%, да? Лута меньше с мобов будет. Но при этом я хотя бы буду их убивать намного быстрее и намного приятнее. Я думаю. На локации вроде все, что не разбито, было, я разбил. Поэтому она меня больше не так сильно беспокоит. А у меня ничего не открылось еще. я 10-го ранга, типа 10-го лвела по умолчанию стал. Я напомню, что заканчивал я 92-м, по-моему, да? То есть прокачки, честно говоря, дохера. И прокачивать здоровье, а также мудрость, пипец как важно. Мудрость, на самом деле, одна из первых я буду прокачивать. И... По-моему, мне надо в блок 13 вернуться, чтобы эту мудрость себе открыть. Вот. Поэтому прям, возможно, вот с этого первого сейва, который у меня сейчас будет, я вернусь в блок 13 и пройду нижний этаж, потому что, по-моему, там мудрость как раз открывалась у меня. А мудрость увеличит количество получаемой экспы. Ну, что как бы дохрена важно. Я не знаю, доп. Или нет. Там вообще какой-то мужик стоит. Погоди, это рандом, походу? Ой, лол. То есть это... У-у-у. То есть у меня не будет события, как в прошлый раз, благодаря которому я получил офигенное кольцо. Ха-а. Это и обидно и интересно одновременно. Интересно, что мне вместо того события дадут. Обидно, потому что обидно. Так, давай проверим ящики сначала. Ящики. Вот, все, ящиков больше нет. Я их разбил и все, как бы, гиги. Здравствуй, женщина. Как дела? Нормуль. У женщин тоже ничего нет. Береги себя. А может у нее арсенал действительно обновляется только после каждого... Ну, типа, как я босса завалю, тогда у нее что-нибудь новенькое появляется. Если это так, будет чуть-чуть обидно, я бы сказал. Вот. Собственно, то, что я карту основателя нашел, она идет сюда. Об этом я узнал потом, как бы, ну, вот. Шляп. Открывается целая комната. Здесь много-много-много всяких записок, но в итоге выясняется, что... Ну, то есть, если вот это все читать, да, в итоге выясняется, что в пришествии этого корня виноваты на самом деле просто люди. Если быть точнее, то тупые ученые для дебилов. Слушай, я, наверное, обратно сет надену, потому что здесь может быть много лута. Никаких врагов здесь нет. Так вот, виноваты тупые ученые для дебилов, которые решили ставить опыты на разных людях под разными... Ща увидите, короче. Вот. И в итоге в другом блоке, а блок это типа экспериментальная такая станция изучения была, в другом блоке появился чувак, который запустил нахрен корня. Потому что его непосредственно напрямую к этому корню подключили. Есть неведомая херня. Что надо делать? Конечно, пытаться ее изучать и подключать к ней людей. Точнее, спящих или как они называются. Короче, все как всегда. Вот, знание старца. Зашибись. Вот отсюда я получаю знание старца. А знание старца у нас увеличивает получаемый опыт. Что, конечно, охрененно. Потому что этот получаемый опыт мне сильно нужен. Здрасте. Предохранитель пригодится, чтобы открыть следующий левел блока этого 13-го. Больше здесь вроде ничего нет. Окей. Здесь тоже ничего нет. Вот они, собственно, подопытные всякие. Я напомню, что путь-то сюда закрыт был, как бы, да? Я здесь первый посетитель за достаточно приличное количество времени. Так, шаты у нас разбежали. Хлам что-то не выпадает нифига. А, он выпал просто через стену. Хм, бывает. еще одни подопытные. Я бы назвал их бедными, но на самом деле нет. Так. Здесь вот во всяких этих записях можно почитать, что в принципе ученые с ними делали. Вот тут журнал. И здесь много-много-много-много-много информации. Но вы мне сказали, что вам не интересно, поэтому я просто иду дальше лутать. Вот. Просто самое интересное покажу. Вот здесь тоже была каталка с этим подопытным, да? Только он был дохрена как бы ледяной. А потом бомбанул. Бывает. Бомбанул у чувака. Здесь вот еще один подопытный, только ну как бы его не успели транспортировать нормально. А здесь у нас находится дверька, за которой должна находиться пепеха. Папешка, которая достаточно любопытная, вот, но типа типа вон она лежит. Я знаю, что дверь можно багом открыть особым способом, и если я запарю опять же ивент, тот самый, который я запарил в первый раз, я это сделаю, да, но здесь багом открывать я не буду ничего, потому что смысла в этом нет. Да. Вот. Я, напомню, я нашел предохранитель здесь, пока я здесь лутал, да, предохранитель нужен на нижний этаж. Обязательно. Вот. Лаборатория исследования, вот сюда вот нужно типа предохранитель, потому что иначе у тебя не откроется дверка. Поэтому мы пихунькаем сюда всякое. Теперь мы жмем всякое. Дверка открывается, точнее энергия подается, чтобы я открыл дверку. Вот. Ну и здесь есть одна петруха в том, что помимо дверки здесь врубается вентилятор. Вот. То есть, по сути, такая головоломка для очень умных людей. Все, что тебе надо сделать, это, естественно, заново отрубить рубильник, чтобы пройти туда. А туда надо проходить, потому что когда ты идешь изучать дальше, то есть здесь все так интересно, ты видишь вот такую вот херню. Вот. Естественно, сразу появляется желание попасть в эту херню. Сейчас я единственное, что поставлю на панель быстрого доступа сюда, сюда. Вот. Появляется сразу желание пройти в херню. Поэтому после открытия двери мы немного отрубаем еле сречества. Проходим в херню. И здесь, собственно, лут, 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 лут. И тот самый ключ, который мне открывает путь к ППХе. Логично, потому что там написано ключ блок 13. Естественно, первый самый вывод очевидный достаточно, что этот ключ открывает ту самую хрень. дверку, которая на предыдущем этаже. Вот. Дальше можно пройти сюда, собственно, посмотреть тут еще несколько комнат, почитать записи достаточно любопытные тоже в этих комнатах. Они уже касаются непосредственно исследовательских. Здесь уже не подопытные, здесь уже непосредственно изучение было. Вот. И также, собственно, я могу, наверное, немного просполерить, все равно я буду все проходить. Кому интересно постепенно все это Петруху узнавать вы можете закрыть ушки. Вот. Но вот сейчас вот это вот есть комната, да? Я ее, естественно, нашел. Я прохожу плюс-минус так же, как я проходил в первый раз. Это все очень интересно и в первый раз я примерно по такому же пути, примерно на том же о, здрасте, примерно на том же этапе доходил. И, естественно, у меня возникал вопрос, да? вопрос, какого хрена здесь происходит тоже не возникает, потому что я записи читал. Но вот вопрос, нахрена, вот это Петруха. Потому что вы видите на мини-карте, что это обозначает вход. Видите на мини-карте вот эту вот херню желтенькую? Вот. И как я узнал потом, так, ушки закрываем, 5, 3, 2, 1, вот. Это проход типа в другой блок, это типа зеркало измерения, но чтобы пройти в него, надо активировать компуктер, для активации компуктера нужен глюч. Вот. Глюч у основателя. Вот. Поэтому ты такой вот это все смотришь, изучаешь еще мудреца, потому что нашел классную шнягу, такой смотришь на все это и уходишь нахер. Да. За пепешкой. Это, оказывается, уже эндгейм. То есть, грубо говоря, вот этот самый проход, это проход на финального босса. Причем там ты переходишь в блок другой, в блок 16, что ли, он 15, я не помню. Вот. И тебя, в принципе, ничего не ждет особо сейчас. секунду. А, это, ага. Тебя там никаких врагов не ждет, тебя не ждет ничего. Тебя ждет просто чувак, который подключен к корню. И ты, типа, с ним должен драться. Это вот этот тупой босс для дебилов, про который я уже упоминал в ВК, когда я проходил игру, да? Потому что босс сделал, на самом деле, отвратительно достаточно. И без дополнительных патронов, без нормальной прокачки полной, без хорошей брони полной, ты в него не пойдешь. вот. Такая петуха. Я посмотрел после этого, как спидранеры его проходят. Ага. Это еще изучение, очень интересная правда. Я посмотрел, как его проходят спидранеры, они, оказывается, проходят его, типа, по-честному, то есть, нормально убивают, но пользуются огненным модификатором, который я, естественно, себе куплю, потому что он очень имбовый. Вот. И этот огненный модификатор, фишка его в том, что он отнимает процентное хп. У босса хп там, ну, тысяч сто, наверное, если не больше, а скорее всего, больше, конечно. У него, по-моему, больше ста тысяч хп. Вот. Поэтому там в процентном соотношении отнимаются хпшки очень много. Это очень прикольно. Вот. И спидраннеры, кстати говоря, проходят как раз вот с этим ружьем охотничьим босса, поэтому я, наверное, говорю, что с ним я, скорее всего, останусь до конца игры, потому что это более интересно. Так. Внизу я все узнал, внизу я все посмотрел, я открыл пепеху себе. Буду ли я брать ппшку? Она не особо эффективна, честно говоря. Мне она не очень понравилась. Вот. Я, скорее, захочу какое-нибудь оружие другое еще взять. Если здесь будет вторичка, не пистолет, а какой-нибудь там, типа, совсем другое. Или, может быть, с магнумом опять пограю. Но не... Ппшку я прокачиваю сейчас не буду. Во, видите? Лошадка фыркает. А, рад тебе видеть. Ты... И я могу прокачать себе еще винтовочку и еще прокачать... Вы заметили, сколько я железа наултал просто так, на локации? Вот. И у меня сейчас тратится большое количество бабла на прокачку, но... Это обычное оружие, которое по 150 требует на прокачку и много достаточно железа, да? Видите, теперь оно требует кованого железа. Уже следующий уровень. Фишка в том, что здесь есть оружие с боссов, которое... Ну, типа, тоже может быть, да? А оружие с боссов требует... 750. Опять врукнуло. Оружие с боссов требует по 750 монет на каждую прокачку. И в итоге получается, что у тебя денег, ну, как бы, ну, сильно, блин, мало остается. Потому что тебе хочется купить расходников, купить патронов, купить хилочку, купить железо, кованое железо у девчонки. Перемещение, последняя точка, да, вот. Все это надо покупать, плюс тебе надо прокачиваться, на все это уходит огромная куча денег. А потом ты встречаешь какой-нибудь торговца, у которого внезапно очень офигенный броник продается, сет брони, который ты хочешь купить. А он внезапно стоит по 3 или 4 тысячи даже. И ты понимаешь, что у тебя денег тупо нет. Вот. Это очень плохо. Хватит. Я, я не знаю. Слушай, я здесь первый раз. Нифига себе, рандом. Ты откуда? Чего тебе надо? Нет, нет. Да, конечно. Чего? А, да, да. До встречи. Нет, 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 нет. Ничего нет. Я, я, я не торгую, ничего не слышу. И не вижу. Голоса. Голоса. Миллионы говорят вместе. Все видят, все перебивают друг друга, потом говорят вместе и... Не могу. Нет. Какая маска? У меня нет. Не знаю, не знаю. Не спрашивай, не спрашивай. Хорошая звучка, слушай. Забыл. Все, все забыл. Ничего не забыл. Дуб это все. Дуб это все. Дуб следит, да? Привет из Майорки. Здорово, Келодас. Ты шепчет, 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 шепчет. Как она? Ты отдыхаешь, Келодас, да? Ты вроде, типа, в отпуске? Типа. Ты говорил, что ты только с мобилки сидишь. Как она отдыхается? Убить безумного торговца? Убить безумного торговца? Жалко, наверное. Я могу засейвиться и не убивать, в принципе. Может, с ним даже поторговать можно было бы? В чем я, честно говоря, не уверен. Что за маска? Реген! Оу. Постепенно восстанавливать здоровье. Удара в ближнем бою вытягиваешь здоровье из врагов. Нихрена себе маска. Ага, норм. Когда мой подписка делся очень алкогольно, отдыхается, это хорошо. Подписка у тебя на месте. Мне показывают, что ты вип, потом сап, потом еще и гифтер. Здорово, Швегман. А Швегман у вас грибос. Я думаю, пытаться загрузить и, типа, поговорить с ним более мягко и сохранить ему жизнь, чтобы посмотреть, чем он торгует или нет. Ну-ка, 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 давай попробуем. Мне реально интересно. И, собственно, загрузится оно так или нет. Значит, у меня лаги. Это не у тебя лаги, это, скорее всего, твича лаги. Это стандартная твичовская тема. Солнечная миндалина. Так, когда ты загружаешь, то тебя всегда телепортируют на базу. Абсолютно без исключения. Так, у меня самый главный вопрос. Был ли это сейв или автосейв в игре происходит вообще постоянно? Если он происходит постоянно, значит, нет смысла выходить. Да, автосейв, походу, в игре происходит постоянно. Я не вижу шесть чувака здесь. Да, у меня есть уже его маска. То есть, автосейв в игре вообще постоянный и не надо у костра сейвиться. Всегда. Ты будешь сохраняться абсолютно всегда. что тут может быть еще интереснее? Я в авантюрисе, кстати? Да. Ну, хлам у него, конечно, добротно было, но, блин, я тут подумал, что с ним можно было бы поторговать прикольненько, наверное. Маска интересная, честно. Вытягивать, постоянно регенить здоровье и вытягивать здоровье из врагов при ударах к ближнему бою, это здорово. Вопрос, будет ли эта маска как-то влиять на меня? Вопрос хорош. Честно говоря, хз. Вот, вообще хз. Ну да ладно. Я себе оставлю просто 7% урона. И да, кстати, это просто допквест. То есть, там, где в прошлый раз мне дали интересный, интересное кольцо, в этот раз дали, блин, весьма интересную маску. Эта маска больше для войн. Ну, естественно, эта маска для милишников в основном, но, тем не менее, постоянно реген здоровья за Синдерин, это не очень плохо, правильно? Если меня шибанут, я могу вполне себе одеть эту маску и просто на регенца пока будут дальше проходить. Я не думаю, что это плохая идея. Вот, а теперь мне надо заново пройти аж до самого допряма. спецмоб там есть. Вот. И так как мне надо проходить аж до самого допряма, а я был уже на телепорте, соответственно, мобы все здесь воскресились. Что и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что лут, плохо, потому что может быть очень больно. вот, люминь, и твый кристалл. Ах ты, падла. Окей, я потерял немного хп, давай так и... Опа, ёпта. Эта маска минус броню всю дает, кроме гнили. От гнили она защищает вообще полностью, считай. Сейчас посмотрим. Вот смотрите на хпшку, на полоску хп, которая у меня. Регеницо. И правда регеница, слушай, прикольно-то. Забавно. По сути, я здесь все защищал, поэтому, опять же, все, что мне надо делать, это просто пробегать прямо. Мне, в принципе, даже не обязательно убивать мобов, но если они уж на меня сагрились, то... Ау, почему бы и нет? Так, секунду, ребят. Фыр. Если тут реген такой же слабый, как в ДС, это не особо классная маска. Ну, реген заметен. В ДС-ке ты себе хп увеличиваешь очень круто, да? Свэгман. Здесь у тебя 100 хп стандартного и при полной, 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 полной прокачке на 20 у тебя будет 150 хп. Плюс кольцо есть, которое добавит тебе 25 хп еще. Итого, при самой максимальной прокачке, которую я увидел за всю игру, максимум у тебя может быть 175 хп. Самая каппа хп, которая вообще в принципе возможна. Это кольцо регенит 0,3 хп в секунду. А если полностью сет одеть, то 0,5 хп в секунду. При том, что у тебя без предметов, но с максимальной прокачкой хп будет 150, 0,3 и 0,5 хп в секунду это очень нехеровый реген. Сейчас в данном случае она регенит 0,3 хп в секунду у меня, правильно? И сколько у нас получается? Это 3,5 секунды на 10 хп? А, на 1 хп, да? Вот. 3,5 секунды 1 хп. 35 секунд 10 хп. 5 минут фулл хп. Реген фулл хп за 5 минут, учитывая насколько здесь порой бывает жопа с хилками и так далее. Это очень неплохой результат. Поверь. Прям очень неплохой. Это не как в ДСКе. Блин, сложный выбор в Лоле играть с офигенной английской озвучкой прямо вау, но не суметь читать то, что пишет тебе тиммейты, флейм или похвалу, ну, зачитай, флейм, или играть с отвратительной русской озвучкой, но иметь потрясающую нет коммуникацию с Russian Community. Тебе не пофиг на коммуникацию с Веглом, скажи мне? Я вообще предпочитаю в Лоле чат тупо не читать. Забить на всю эту коммуникацию и все. Если ты хочешь играть с кем-то в команде, я думаю, что команда будет русских, правильно? Ага. Это проход на первого босса, и он всегда, видимо, одинаковый. То есть, то, что рандом не встретился, это прям случайность абсолютная. А здесь проход всегда одинаковый. Так, сейчас посмотрим. Ага. Это плохо. С топора я их ваншотил. Так, погоди Что мне надо сделать? Я думаю, что мне сейчас придется возвращаться назад И точить... Ууу, ты взрываешься? Не помню это Я думаю, что мне придется возвращаться назад И точить себе пушку Потому что топор ваншотает этих тварей И их тут будет Очень много Очень прям Было бы чем, блин, затачивать У меня штукарь почти есть Это хорошо, но не факт, что есть железо Пойдем вернемся назад Мне надо либо купить топор Либо заточить меч Меч, честно говоря, достаточно удобен Вполне себе, он красивенький такой Но надо вернуться и заточиться И наверх, ну все-таки надеть фулл сет И забить на дополнительные деньги Пока в пользу атаки 25% все-таки Это не хухры-мухры Это ухры-хухры Да, блин, че ж фырчал-то забиваются Мне надо, короче, острого говяжьего доширака снова вломить Так же, чтобы организм вообще весь прочистился Включая дыхалку Нужные вещи Вот, теперь у нее железо снова появилось Не очень много пока что Но типок Значит, я меняю маску охотника Куртку охотника Штаны охотника Броню точить я пока не буду Пока у меня вся заточка идет на... А, ну хотя Теперь можно и броню точить Да, потому что я свою пушку основную заточил Пистолет пока я точить не очень сильно хочу Что-то нужно Что тебе нужно? Так, мне нужно заточить... Меч Хотя бы так Штан можно немножко точить Вот, меч у меня теперь должен быть чуть сильнее Так, давай меняться И я могу купить... Фак И мне не хватает деньги, чтобы купить огненный выстрел себе Возможно, перед боссом... Будет сейв перед боссом Там обязательно Только Чтобы до него дойти Я тогда пипец страдал Я на этой локации, на которой я сейчас умирал Раз, наверное, 12-15 В первое прохождение, естественно Я тогда был зеленым и ни хрена не знал Но, тем не менее Умирал я много Вот Сейчас посмотрим, сколько я буду умирать Теперь, когда я знаю эту игру Что-то тухловато в чатике Никто не болтает Ну, типа да Все занимаются своими делами Своими делами Ну, это же нормально Так, давай смотреть Теперь я шотаю или не шотаю Окей Совсем нахрен другое дело Окей Я передумал Мне слишком не хватает денег Так Так Саундерис Блин, а теперь 20% к шансу Интересно, почему Только что он давал, типа, 30 Теперь он дает только 20 Странненько Ну, ладно Я регенку себе, наверное, пока ставить не буду У меня ХП пока не отнялось А 7% к урону в дальнем бою Может и пригодится как-нибудь Не факт, конечно Но, может и пригодится Марко Бежать! Да, в зависимости от голоса У них меняются крики Точнее, как интонации криков Потому что это явно 4 разных девушки Начитывало Вот И меняются они, блин, достаточно сильно Что забавно Мне интересно, будет ли у меня тут спецвраг Потому что именно здесь На этой локации я первый раз встретил спецврага с мечами Который дефает постоянно от тебя И это было очень страшно Потому что он меня очень сильно пугал Ну, это было, типа, тогда, когда я про игру Нихрена не знал, конечно Но, тем не менее Это было очень страшно Плюс одно очко Я слышу ходьбу, но она мне пока не помешает Так, погоди, у меня что, еще одно очко есть? Да Больше опыта бога опыта Я теперь даже думаю, что опыт, в принципе, можно и до 20 так-то докачать Потому что это прикольно Сундук Найс Многоломье И вот сейчас, когда ты из сундука получаешь, блин, по 20-30 лома Иногда 40-50, блин 10 или 20% дополнительных Это, как бы, блин, весьма заметно Я бы сказал, что это весьма охрененно Взюк, взюк Ага А вот и лучница Это был спецмог Собственно Не так страшно, как в первый раз Потому что первый раз у меня был мечник Я откровенно растерялся Я нихрена не знал, что мне с ними сделать А еще очень здорово, что здесь не тратится выносливое на удары в мили Поэтому ты можешь рубить в мили Сколько твоей душе угодно И не потратишь нихрена О, спецлут Это радует Я, блин, этот путь вообще не помню Такое чувство, как будто я по нему не ходил даже Или такое чувство, как будто танж изменен Опять же рандом Справилась Да, и все кончено и справилась Они в любом переводе так говорят Она всегда говорит Справилась, какой бы голос не был А перевод всегда говорит Все кончено, какой бы перевод не был Я сейчас описываю весьма не кислую круголю такую Это любопытно Интересно встретиться ли мне тут статуи боссов И какой у меня босс будет первым Потому что, ну опять же Первый босс, мне говорили, что отменяется Он может быть либо лучницей, либо милишником И типа лучницей далеко Милишника джопа полная Я в этом не уверен, но мне так говорили оу пулеметчик здесь уже прилим не мешайся он более косо чем я его помню честно говоря хрена и глаза горят пипец нормальные зенки такие вполне камень мудрости это увеличит получаем опыт на 15 процентов очень крутая тема да я всегда ходил по этой прямой я никогда по другим прямом вообще не ходил плюс очко хорошо то есть там будет просто проход дальше финале типа там я всегда ходил здесь по прямой никогда сбоку не ходил даже хрена себе даже где-то аллогит и тогда вернемся к нашим баранам сейчас они на меня собственно в большом количестве попрутся я по идее буду собирать большое количество хлама того что они на меня большом количестве все мало вас то будет о ящик ящик это крутота 67 48 61 лома долбануть за нахрен очень приятно собирать такое большое количество лома уже любое количество лома на самом деле приятно собирать просто приятно собирать вот Да слушай, а это ружье прям Намного лучше, Дрбига Прям такое приятное ружье Вообще слов нет Хотите прикол? Данж другой Данж состоит Как в рамке, да? Как в варфрейме Это данж состоит из определенных блоков Которые идут друг за другом Но Фишка в том, что вот как я сейчас Шел сюда Вот с этой панелькой иду туда Я так шел к боссу В прошлый раз А в этот раз Я так иду назад На локу То есть я в натуре был прав У меня не было разделения здесь раньше У меня не было такого разделения здесь Когда я играл в первый раз Хе-хе, прикольно Да это руглайк нахрен Это рогалик ремнен Хе-хе-хе Круто Не, правда это прям Ух Надо это лежать Мне напомнил Икс ком без понятия почему Я не знаю почему Там женщина так же яростно кричала всякие фразочки Там все кричали яростно всякие фразочки Блин Попробуй с анаплантиянами повоевать И не покричать яростно всякие фразочки Любопытно Это правда очень круто Когда у тебя Хе Прохождение у тебя Немного не похоже На предыдущее Это не как Dark Souls, да? Где ты знаешь Что где лежит Если ты не в рандомизатор играешь Например Ты знаешь врагов полностью Ты знаешь прохождение Ну то есть Как локация строится Знаешь куда идти А здесь ты ни хера не знаешь как бы А здесь как бы локация совсем другая Ну она жирнее чем то Как у меня было в первый раз Это круто У меня это реально прет Окей Перепрохождение имеет тогда Вполне себе конкретный смысл Я поставлю сейчас маску энергии Потому что один раз Мне по жопе все таки ударили А вот это уже конец Типа Ааа С еще одним Ранжевиком А че он такой косой Блин Пипец Я и тогда играл на нормале И сейчас играю на нормале Только тогда он был Намного более метким Любопытно Ну и слава яйца мне милишник не встретился Да Встретив с милишником Это не то чего бы я здесь хотел Потому что он вообще жопа полная Прикольно Прикольно И я ни разу не умер Что очень хорошо Да как бы очевидно Что крайне необычно для меня Не менее очевидно Вот Так Да Сейчас у меня будет босс Я без понятия какой Будем надеяться на очередную лучницу Потому что она вроде как проще Но для этого я сначала вернусь в блок Закуплю железо И надо чутка заточиться Опять И наверное все таки сначала Купить модификатор Да И наверное одеть перед боссом Фулл броню Не помешает Да Как бы Так Регеница мне больше не надо Я не знаю буду ли я на боссе Регенку использовать Так Вот Но мне сейчас Да Потому что я дрон дальним бою по целям Находящийся на расстоянии От 10 метров Повышать трон по уязвимым местам На 15% Офигеть Я еще и калитовать буду сильнее Это неплохо Очень даже Мне надо Я офигеваю с того Что она волосы отращивает каждый раз Мне нравится такая прическа В принципе у нее Вот Но Шапки и ушанки У нее короткие волосы Да В маске у нее Короткие волосы Как я и ставил Но если одевать внезапно Охотника То у нее волосы длинные становятся Возможно там парик Да Возможно там просто автопарик Такой И кстати по моему Именно в этом месте Я находил Ну то есть вот в этом данже Я находил монетку Чтобы мне вот эта женщина Дала магнум А сейчас монетки Нет Да Иди уже Нет Ну ладно Что-то нужно? Конечно Так До встречи Стоп-стоп-стоп-стоп Сначала мне надо купить у нее модификатор Что? Надеюсь оно того стоит Все Закончили Так Этот модификатор я как раз поставлю на пушку Модификатор с охотником Я поставлю на пистолет И то и то мне пригодится И то и то заполняется одновременно Вне зависимости от того Чем ты убиваешь Конечно Что очень хорошо Так Теперь мне надо немножко Заточить броняню Иначе мне так Ой Хлюлей надают Что прям аж обидно будет Поэтому чутка то чем охотника Вот Теперь у меня тупо нет денег Ну и железо сказать нет Ровно Кончили все деньги Кончилось все Железо одновременно Береги себя И у меня 69 броня Гы 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 Так Я хочу себе Вот эту путь Это не то что я хотел сделать Я хотел сделать вот так И вот так Ну да ладно Пока на мне полчаса баф Возможно я даже на босс успею прийти Гы Гы Ну че то Как то вряд ли Баф заканчивается даже если ты Типа у костра отдыхаешь Вот поэтому Вряд ли я успею на босс прибежать Потому что во время катсцены Баф тоже заканчивается Что обидно Просто так 100 монет потратил Обидно А баф уже закончился Изи Такс Ну че давай посмотрим Кто мне теперь боссом выпадет Такс Регеночка Ага Милишник Окей Значит от него ребята горели Причем Кто у нас Аркейн Панк что ли горел от него Больше всего сейчас Типа это самая жопа среди всех жопов Которая вообще в принципе может быть И это крайне любопытно Я не уверен что я хочу находиться в этот момент рядом с ним Теперь я могу поджигать в принципе Он свое хп весьма неплохо так теряет И какие с ним могут быть проблемы Справилась Это было жестко Это было жестко Да Что за хрень Да он вообще изейший Лол По сравнению с лучницей Которая на тебя 100-500 миньонов выкидывает И которая может стрелять по тебе Даже не видя тебя Она посылает снаряд Который с потолка в тебя падает Да это вообще еёвый босс Господи Серьезно? От него у кого-то горело? Рили? Хм Чё-то как-то Да Лучница была намного сложнее Я охренел Выписывать Круголя Чтобы меня не убивали её миньоны Милишники которые кидают ножи Блин И чтобы не попасть под её авиаудар Который она на тебя постоянно делает А этот мужик просто бегает за тобой Как бы и всё Ну типа А ты убегаешь от него и всё Он на тебя разгоняется для атаки Ты просто вовремя жмёшь перекат И его атака в любом случае не попадёт по тебе Единственное я немножко хп потерял Когда я в яд зашёл Пешком Потому что ну у меня типа выбора не было Надо было мимо пробегать А там яд был Всё, да? Чё-то как-то я немного разочаровываю, честно говоря Ну да ладно От этого баса я ждал чуть-чуть побольше Так, как мне на выход пройти? Давай вниз Он сейчас ещё немножко хп потерял Потому что я вниз прыгнул Так, видимо на выход идти ещё рано Чё-то тут много лута Мне, блин, я идёт Я должен был сейчас прям переодеть броню на авантюриста Не, не на бродягу, на авантюриста Вот Чтобы получать ещё больше бабла Потому что я как бы всё потратил Что? Плохо Тут ещё есть Тут ещё что-нибудь есть О, тут ещё есть И да, я бабло из ящика забрал Именно без авантюристов Вот чё плохо Друзья, я потерял где-то лома так 20 Может быть чуть больше Чё-то Ну, может, на начальных стадиях горело Ну, типа, если кто-то совсем не знаком с игрой Может быть Но, опять же, я был совсем не знаком с игрой Да, мне было тяжело с лучницей Я на ней умер, по-моему, трижды или четырежды Но я бы не сказал, что у меня горело Я умирал, типа, потому что, ну, типа, сам лох Я понимал это Я не вовремя мог перекатиться и так далее Чтобы именно прям гореть Настолько, чтобы прям вот По-моему, у нас Аркейн Панк хотел Отрицательный отзыв писать по этому поводу Да, игре? Ну, фиг знает Может он за какого- Может он за миличный класс был? Может, миличник от него вообще пипец страдает? Так, да, может быть А в остальном как бы? Да нет, что-то изи Окей, пойдём наверх Здесь меня сейчас, по идее, должны кинуть к Старикану Который у меня уже был С которым надо долго-долго-долго болтать Естественно, опять же В чате не захотели слушать болтовню Поэтому я диалоги, скорее всего, буду скипать Для того, чтобы У него получить какой-то лут Мне сказали, что если Старикана разболтать То у него, типа, какой-то лут должен быть Прикольный, на халяву Вот, собственно, упавший вертолёт В корне засевший Сейчас я только засейвлю Зачищу здесь всё и поднимусь наверх, дедку Нет, бед Я помню, как жёстко было Когда втроём играли против босса с ядом И рукой-хлыстом И сотнями трекан Ох, блин, он меня так бесил своей рукой-хлыстом Это пипец Это очень тупой босс Потому что у него хлы... Ну, во-первых, здесь надо признаться Что здесь есть косяк Причём достаточно большой игровой Потому что боссы тебя всегда достают через стены Ты их не можешь Ну, иногда совсем Потому что у тебя милищное оружие короткое, да? У боссов милищное оружие, блин, очень длинное И они достают тебя через стены И это очень сильно бесит Потому что хлыст, он невероятный у него длины И он пипец, как тебя спокойно через стены достает Это, конечно, вообще забей Дедок Мусорный зуб Бла-бла-бла У него есть, собственно Из товаров Рагу мусорного зуба Тоник мусорного зуба И боеприпасы Это всё фигня, да? Я ему могу продать свою фигню По тем же ценам, как и в убежище Заходи ещё Вот Но мне надо с ним поговорить И попробовать проболтать Так, какие истории расскажешь? Давай Я рассказываю Я вижу А потом И она Я всё Могу ищу Знаешь Пробуск А потом Просто я Сколько времени Конечно На самом деле По историям здесь очень интересно Они могут тебе какие-то подсказки оставлять И так далее Но вот он ничего интересного не говорит Причём про мусорных сок Он мне рассказывал в прошлый раз Первый Ты знаешь Слышал Не пойми Привор Но дело не в этом И ещё не надо Тайник Вот Он мне сейчас рассказал про какой-то тайник В блоке 13 Это интересно уже Можно в блоке 13 немножко пошуршать Я там вообще ничего не изучал Наверное, надо бы Ага Вот, собственно А чё он от меня хотел? Фак Слушай, молодёжь Если считаю, что тебя не убить Да даже если так Помни Мир-то То язвим Я думаю Это Ну Чё Окей Из-за 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 Значит, что-то Мне дал, собственно Она так Сколько времени Всё, истории больше у него нет Окей Он дал мне какие-то часики Что за часики Заходи ещё Карманы часы Пожжать Вынос Люди на 15 День секунд Снижать Расход Вынос Люди на 15 Процент Нихеровые часы Ааа Можешь мне кому-то их передать Типа надо Возможно Стоило Детка Слушать Но это не точно Значит Теперь мне надо зачищать Вот эту вот локацию Проходить вот это всё дальше И там будет уже выход Но сначала Я вернусь в блок 13 Посмотрю, что там Потому что босс-то я завалил Я же молодец Как бы, да Вот Тинк Пойдём посмотрим Что у меня в блоке 13 Теперь есть Во-первых Из-за того, что я завалил босса Они скажут, что я освободил Корневую матери Это типа хорошо Но то, что я завалю любого Или там, когда дракона Ты завалишь По-моему, дракон Не рандомный босс, да Это тоже будет очень хорошо Но если ты убиваешь просто боссов Им на это пофигу Абсолютно То есть, типа, убил боссов Ну, бывает Как дела? То есть, они даже не акцентируют На это внимание Берем тебя Я, блин, босса убил У неё даже ни хрена Нового из покупок не появилось Это так обидно Так Чё-то он сказал Про секретки В блоке 13 Да? Сюда, собственно Ну, есть другой пойдёт Который не особо интересен Который должен мне Фласки Адр Сюда даже Если кто-то пойдёт Я об этом не знаю Это не похоже На секретку Это тоже Можно в реакторную Попробовать вернуться Может там чё-нибудь Ещё Скрыто А мы такие программы Максим Показать всё, что Скрыто Всё дело Лень Ага Давай попробуем Посмотреть Чё здесь у нас Может твориться Сейчас эта лошадка Опять форчать будет Да отстань ты от меня Со своей болтовнёй У неё чё-то Ничего интересного нет Блин, я даже стул сломать не могу А хотелось бы Так, плюс опыт Зашибись Здесь невидимая стена Ей Классно Окей Невидимые стены в играх Обожаю Хлеба б не корми Дай уткнуться носом В невидимую стену Так Здравствуй, мадам Чё скажешь? С трудом верю, что всё наладится Окей, не верь Это ничего разбить нельзя Здесь ничего нет Интересно, есть ли здесь вообще Какая-нибудь в натуре секретка Или нет Со всеми этими чуваками В принципе здесь можно Чуть-чуть говорить Вот так вот Только это бесполезно абсолютно А дальше пройти типа нельзя Хотя там ещё два ящика И сверху спрыгнуть на них нельзя Блин, я хочу тебе двоёчку Мям Так, а забраться на постель, нет? А, тут невидимая стена Окей Мям Жопа Допустим После закрытия ворота Но мы справимся Так Тут можно как-то наверх проходить Я чё-то никогда туда не проходил Вообще ни разу Нюка, нюка Вафель, вафель Подожди, откуда? Путь идёт сюда Любопытно Любопытно Эй, весь лут наверху осел Ну, жопа А, я могу через пол его собрать Тогда ладно Эй, бродяга Ку-гу Этот мне сейчас будет втирать Чтобы я не лез Туда, куда не надо Так, слушай, наверху есть явные проходы Вопрос, блин, как к ним пройти Надо найти остров Тогда точно спасемся Корни не умеют плавать Блин, не просто же так все эти переходы здесь Либо одни в натуре декоративные Чё-то мне слабо в это верится Либо туда как-то можно пройти Но я не знаю как А может в натуре декорация просто и всё Не, ну старикан-то про какую-то секретку рассказывал Правильно? Здесь как бы особо сильно по локации не разгуляться И ничего особо не разрушить Больше Секреток здесь никаких не было Стену разбивать, насколько я помню, здесь нельзя Вообще То есть там, где стена, там не может быть секрет Не простучишь Харабкаться здесь она не может Может, натуре фейк такой? Здесь забраться никак нельзя Не дадут просто Да и некуда, собственно Походу, если есть здесь какая-то секретка, то я слепука её не вижу Видимо Скоро корень до нас доберётся Здесь тоже ничего такого нет Ну Может быть и нет Может быть Ну ладно, пофигу тогда Я здесь ещё в принципе не смотрел Но Тут вообще ничего интересного нет Ни единого лута, ни единого дропа, даже разбить нечего Поэтому, видимо, пуфик Пойдём дальше Вот, мне осталось зачистить локу Сейчас До метро, которое ведёт Спуститься в метро Зачистить метро Выйти из метро Сразиться в храме Вот Ну, наверное, я буду на метро заканчивать Я думаю, первую вот эту часть Прохождение Вообще неплохо Сейчас, когда я уже более-менее ремнанты знаю Прохождение Идёт и попроще, и поинтереснее Я знаю, чего я хочу Я знаю, что надо прокачивать Что не надо прокачивать Я знаю, как с мобами обращаться Может быть, поэтому первый босс был бы easy Из-за того, что я, ну, типа Временно тоже поиграл А, ещё одна лучница Ещё две лучницы Две лучницы, это круто В прошлый раз двух спецмобов здесь не было Насколько я помню Ещё сюда Подожди, мастер теней? У меня этой герни не было в прошлый раз Это, видимо, навык, который тебе даётся Конкретно за выбор класса Между прочим А это прикольно Вот почему на меня враги так не реагируют Ага Круто Интересно, какой тогда спецперк у милишника будет Я, блин, даже не помню, какой спецперк у ранджевика-то Но он явно был другим Интересно, какой он тогда у милишника То есть здесь, в принципе, я могу на картах передвигаться И мне за это, видимо, ничего не будет Что забавно И поэтому они не так хорошо реагируют на выстрелы, которые я произвожу Что тоже немножко, но забавно Так Здрасте Забраться я должен был отсюда? Да, всё правильно Приднося ножик мимо пролетел Критули очень достойные идут Ещё Критули прямо очень достойные идут Мне уже нравится эта пушка, потому что она Обладает хорошей обоймой Отличная скорострельность Быстрая зарядка Ещё и мощные криты Ну, бэд, блин Так, чё у нас в подвальчике будет А Это, видимо, просто первый этаж С другой совсем стороны Нифига нет Нифига тоже нет Так, а я в аванчеристе? Да Это охренеть Это мой урон Это ещё без бафов 25% Это с бафом в 7% У меня он там такой Ура Любопытно То есть, если будет совсем плохо Просто Добираешь сет брони И становится Совсем хорошо Окей Взял, бам Так Здесь у нас тупик Есть ли что-нибудь в тупике? Нет Здесь вообще по тупикам Иногда любят раскидывать Всякие там Чуть-чуть железа, чуть-чуть денег Вот это мне в игре еще понравилось В принципе изучение имеет смысл Локации Потому что Немножко вкусняшков ты соберешь С изучения Собственно немножко вкусняшков Это все что надо Норм Для того, чтобы жить припеваючи Ничего, они так из-под земли появились Я не помню, что бы они сделали в прошлый раз Ну, в прошлый, прохожу Ага Блин Тупое дерево для дебилов Ну и где это падло? Дашь хлам не дропнул Окей Э, здрасте Да, милишное оружие в принципе С другими милишниками справляться может Что очень хорошо Оно не может справляться нормально С рейнджерами только потом 40, 33 Все, в основном железо Железо тоже пригодится мне Точиться, не переточиться еще О, еще хламчик Классно Слушай, как мне нравится то, что я, блин Хлама начал много собирать Учитывая, что я знаю, какая-то жопа Хлама не хватает Ууу, как это приятно Что я его теперь собираю нормально Девятнадцать, десять, тринадцать Тоже офигенненько Вроде Все Пяу Пяу Пау Куст 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 Это непроходимое препятствие Д Возможно он очень колючий Может просто полох пахнет Фиг их, эти кусты знают Я слышу Топот Я правильно слышу Топот И Неплохо Меня десно, что иногда в этой игре смущается Что Когда элитка появляется И когда ты элитку убиваешь Следует один и тот же звук Но Когда и ты в элитку начинаешь стрелять издалека То есть Грубо говоря Не она находит тебя А ты находишь ее Нету звука того Что она на тебя агрится То есть вот эта вью А вью появляется только когда ты убиваешь И вот Иногда такое ощущение Что вместо того, что ты ее убил Согрелась еще одна элитка И ты Начинаешь лихорадочно искать Откуда этот звук И откуда появится еще одна элитка Хотя на самом деле Это просто звук того Что ты убил первую Я там видел фиолет Это что-то интересно Возможно это Лут какой-то предмет Или это очко Которое не будет уходить в зрительный зал Но надо добраться еще туда И да Вот оно Туда еще добраться Были надо Хорош Какой вкусный дроп-то Был Боже Такой ванда Вообще забей В мире и так все плохо А я еще вообще Ничего от оставшегося мира не оставляю Кроме металла Жалко металлический Нельзя на металке разобрать А вот деревянный налог Можно Что у нас здесь Ясик Еще очко Отлично Больше опыта Бога опыта Так Ящик Нет На верхний этаж Забраться уже не получится Я думаю Шуточки за 300 Где Ты че Не было ничего такого Покажи пальцем Ха Почему я уверен Что я проходил Эту локацию В В Другом Месте И по другому Я сейчас заметил Что этот дом Очень знаком Я явно Его проходил В первый раз Но Я конкретно В этот дом Я так понимаю Она по второму этажу Носится Короче Я вот В это строение Шел Вот с этого строения Я уверен В этом То есть Вот это строение Было тогда первым И от него Я шел В другое Я уверен Нахрен в этом В своем первом Прохождении То есть Если здесь Еще и части Настолько Рандомно Делаются В обычных Локациях А не в подземельях Ну Это просто Мое уважение Как бы Сейчас Тут рандомит Все локи Да Вообще Офигеть Как бы Я чувствую Что это Знакомое Да Вот именно Здание Я понять Не могу Блин Почему Знаешь Такое Ощущение Что я здесь Был Но по другому Вот так Вот скажем Наверное Потому что Я там В натуре Был И по другому Пипец Это очень Круто Прям Как будто Проходишь Ту же Игру Но Но В ащп По другому Это Так Либо Другое Оружие Те же Локации Но По другому Другие События Другой Лут Это Круто Это Лут Случницы Чето Маловато Лута Малолута Окей О И тут По моему Не было Сундука Опять же В прошлый Раз А щас Есть 70 лома Неплохо Очень Так Тут Ничего Нет Блин Офигенная Игра Оказывается Не Давай Оттуда Выберемся Мне Идти Надо Туда По сути Вот Поэтому Туда Я буду Выбираться Мне В ту сторону Нужна Теперь В предыдущем Был Аказ В обратную Обратную Игра На все Живой стол Живую Полку Оставил 30 Монет Позít Пропустил Ужас Просто Мрак Куда Без Этих 30 Монет Девался На самом Деле Без Шуток Блин нужны даже такие мелочи весьма нужны почему здесь на мини карте как бы лока но как бы нет любопытно то есть лучше кто тут есть конечно мясный и потрошки неплохо здесь как будто есть левел но на него типа пройти надо как-то особенно может реально там что-то на верхнем этаже есть до кусты непроходимы естественно шаг рандомит локи боссов лут здесь есть босс из определенных которые зарандомить не может например типосы которые говорят в самом блоке до дракон тот же самый дракон был всегда и у всех насколько я понимаю потому что после его убийства о нем говорит и о тебе говорят о том что ты мало до зеда за так разрушается не совсем спасибо за полу меня радует конечно что такие отличия от первого прохождения становятся но все таки странновато меня смущает механика а лол я в блоке 13 не посмотрел что мне с босса какая фигня дропы за стой фигни который мне из босса упала о какая фигня из той фигни да я знаю очень понятно объясняю надо короче вернуться в блок и посмотреть что мне делается и что мне делается и что делается и что делается с палки которая с босса я кстати хп на регинил так то можно обратно охотника возвращать я не знаю рандомен цели здесь подземка вся посмотрим потом будут ли локации прям знакомы или нет но сначала надо вернуться в блок и посмотреть что мне делается из шмотки босса из вещи из куска босса вот так вот сколько я бабла 2300 ни херово нужны вещички да пригодятся спасибо 10 кусков железа тем более что не железо хоть дешевая же круто мне надо будет обратиться к коняшке сейчас чтобы узнать что там с боссом плащ из шипов снижает урон от вражеских атак в ближнем бою на 30 процентов отражает 120 процентов полученного в ближнем бою урона и сокращает длительность оглушения вражеского удара эффект длится 60 секунд ага окей у меня полно работы это значит что правильно это мусор здрасте продажа материалы это мусор затачивать рожье а я могу броню заточить до ружья мне не обязательно затачивать а броню тип можно маску я затачивать не буду она чисто так на реген что хрени авантюристу заточить тупо нельзя заточить я могу пистолет я не буду его затачивать я надеюсь не с ним бегать всю игру смысле я могу авантюристу дальше точить вообще было написано что это максимальная типа прокачка все дела ок но точите буду охотника плюс 5 максималочка где у нас ботинки охотник это это лучше так и шлема нет бед береги себя сколько у меня сейчас брони в охотники получается 91 броня очень неплохо на самом деле сравнении с тем ну типа как я бегал с дробовиком и так далее у меня сотка брони было крайне не скоро и точно после храма по-моему а здесь норм так их эти полоса хэсэ здорово hello если хочешь текст теперь у меня метро да но если я сейчас перемещусь в метро и снова сохранюсь когда я загружусь обратно я буду все равно не в метро в блоке 13 поэтому по сути нет смысла сейчас конкретно выходить метро я все равно останусь тут вот на сегодня я пока закончу с ремнантом я думаю двух часов пока хватит все таки вот и вернемся следующий раз на дальнейшее прохождение